Эта история Леонида Млечина для тех, кому небезразлична наше прошлое. Казнь была назначена на 11 вечера, в пятницу. Спор зашел о том, кого посадить на электрический стул первым – жену или мужа. Одни предлагали жену. Как только муж увидит свою жену на электрическом стуле, он сразу же все расскажет, даст нужные нам показания. Кто-то сказал, невозможно это сделать, что мы жену казним, а мужа оставим живым. Президент государства предупредил, если он или она, жена или муж, или они оба, согласятся хотя бы и в последний момент дать показания, он помилует обоих. И сделали все, чтобы они начали говорить. Накануне казни к ней к жене привели Равин. Он сказал ей, расскажи все, что знаешь и увидишь наконец своих детей. Она возмутилась и ответила, я ни в чем не виновна, я врать не стану. Их посадили на электрический стул. Он умер минуты за две, а ее смерть пришла минуты через четыре. Долго что-то не получалось. 70 лет назад, 70 лет назад, казнили Джулиуса и Этель Розенберг, американских коммунистов, которых обвинили в работе на советскую разведку. Прошло 70 лет. А споры о том, в чем они были виновны, и почему их приговорили к смертной казни, в мирное время продолжается и по сей день. Нет ни малейших сомнений, что казнили их не потому, что такова была мера совершенных ими преступлений перед американским государством, а потому, что они стали жертвой одной из тех кампаний, которые иногда происходят в самых разных странах, и которые охватывают весь народ, все государство и приводят к настоящему сумасшеству. Казнили их потому, что они были евреями. Евреи-коммунисты, работавшие на Советский Союз, вот был образ врага, с которым нужно было разобраться. И Розенберги стали олицетворением этой борьбы. Ну, давайте во всем разберемся, потому что, когда заходит речь о том, что их казнили, потому что они были евреями, очень многие возражают. Да вы что? О каком антисемитском характере процесса может идти речь, если и прокурор на процессе, и судья были евреями? Да, это верно. И они оба очень старались доказать, что их этническое происхождение не имеет ни малейшего значения. Они были куда более рьяными, чем кто бы то ни был еще на их должности. Судья, потом рассказывая о том, как именно он решил вынести смертный приговор, говорил, что я посоветовался со Всевышним. Прокурор рассказал, что на самом деле судья советовался не со Всевышним, а с ним, с прокурором. А прокурор, конечно же, отстаивал смертную казнь. Нужно было во что бы то ни стало показать, что враги не просто пойманы, но и уничтожены. Кто такие Розенберги, что именно они сделали, и почему столь суровой была реакция американского общества? Джулиас Розенберг из семьи наших соотечественников, которые перебрались с территории Российской империи в Соединенные Штаты. Он выучился на инженера-электрика. В военные годы работал на военном предприятии. А его жена хотела стать актрисой, певицей, не получила, занималась такой секретарской работой. У них были дети, и они оба были преданными коммунистами. Это действительно так. Они были людьми левых убеждений. Они верили в то, что коммунизм – это идеология будущего. Они были готовы помогать республиканской Испании, в которой вспыхнул фашистский переворот. Свершившим переворот помогали нацистская Германия и фашистская Италия. Они верили в Советский Союз, в котором идея коммунизма становится реальностью. И они были готовы помогать Советскому Союзу по нескольким соображениям. Ну, во-первых, потому что там действительно занимается заря новой жизни. Во-вторых, Советский Союз, началась Вторая мировая война, главная сила, которая сражается против нацистской Германии, которая сражается против абсолютного зла и во что бы то ни стало нужно Советскому Союзу, советским людям, Красной Армии помогать. И, в-третьих, им не нравилось то, что союзники не всем делились с Россией, Советским Союзом. Это было хорошо известно. И Розенберги исходили из того, что нужно сделать все и всем, чем возможно, Красной Армии помочь. Участвовали ли они в атомном шпионаже? На сей счет существуют различные точки зрения, но из того, что мы знаем, нет. Розенберг действительно имел доступ к военным секретам, но не в атомной сфере. Вот эти секреты он действительно, судя по тому, что нам известно, передавал советской разведке. А почему же он оказался причастным к атомному делу? Ну, это большая и сложная история, в которой нужно на самом деле разобраться. Советская разведка достигла невероятных успехов и внешняя разведка, и военная, потому что множество людей помогали Советскому Союзу по тем же самым соображениям. Но в какой-то момент американским спецслужбам стало об этом известно. Это тоже вопрос, который, конечно же, интересует историков, прежде всего тех, кто занимается историей спецслужб. В принципе, американская контрразведка, Федеральное бюро расследований, была невероятно слабой. Соединенные Штаты вступили во Вторую мировую войну, имея очень слабую контрразведку, что сразу стало ясно, потому что там немецкая агентура, японская агентура действовала достаточно успешно. Каким образом американцам стало известно о работе советских разведчиков? Разные версии существуют. Чаще всего говорят о том, что американским дешифровщикам удалось расшифровать переписку резидентур нашей разведки на территории Соединенных Штатов с Москвой. Одни рассказывают о том, что в ходе войны финские солдаты захватили полуобгоревшую шифровальную книгу советскую, потом она оказалась в руках американцев. Другие говорят о том, что это шифровальщики американские долго, медленно, но кропотливо в ходе так называемой операции Винона сумели расшифровать большое количество шифр-телеграмм, потому что резидентуры советской разведки на территории Соединенных Штатов испытывали нехватку в шифр-блокнотах. Каждая страница шифр-блокнота используется только один раз, и это гарантирует от дешифровки. Но вроде бы шифр-блокнотов из-за военной ситуации не хватало, использовали не один раз, и это позволило американским дешифровщикам продвинуться. Возможно, со временем, может, точно историки во всем этом разберутся, но, судя по всему, дело было иначе. Ключевую роль сыграло бегство шифровальщика резидентуры советской военной разведки в Канаде, старшего лейтенанта Гузенко. Ну, шифровальщик, фигура вроде бы незаметная, но очень важная, у него был доступ ко всем фактически секрет. И вот старший лейтенант Гузенко с женой, с ребенком попросили политического убежища у канадцев. Канада в ту пору была далека от больших дорог, она и с Советским Союзом-то недавно установила отношения, и канадские полицейские поначалу не знали, что делать, потом приняли Гузенко, связались с американцами, и вот тут-то выяснилось, что Гузенко утащил с собой из сейфа, взял большое количество шифр-телеграмм, и они оказались в воспоряжении американской контрразведки. Вот это было, судя по всему, начало всего дела. Благодаря этим документам, которые принес Гузенко, американцы вышли на доктора Клауса Фукса. Это очень серьезная фигура, это немецкий антифашист, сбежавший из нацистской Германии, был физиком, предложил свои услуги союзникам, и он сыграл огромную роль в создании британской атомной программы. Дело в том, что Соединенные Штаты атомными секретами не делились и с ближайшим союзником, с Великобританией. Поэтому англичанам пришлось все сделать самим, и они обрели ядерную бомбу только в 1952 году. И Клаус Фукс сыграл наиважнейшую в этом роль. Но Клаус Фукс был человеком не только выдающихся научных достижений, но и человеком с очень левыми убеждениями, с коммунистическими. Он считал своим долгом во что бы то ни стало помочь Советскому Союзу. И вот он и передавал атомные секреты, те, которые знал, советским разведчикам. Но он был профессиональным физиком, а не спецслужбистом. И когда его арестовали, то он назвал имя своего связняка – Гарри Голд. Гарри Голд был арестован. Он назвал имя человека, который узнал – Дэвид Грингласс. А Дэвид Грингласс в звании сержант. Служил в американской армии. На самом тайном атомном объекте в лаборатории Лос-Аламос. И когда Дэвида Грингласса арестовали, судьба Розенберга была решена. Потому что Грингласс и Розенберг были зятьями. Дэвид Грингласс был женат на Руд. А это была сестра Этель Розенберг, жены Джулиаса Розенберга. Они были родственниками. И Грингласс сказал, что его на самом деле звербовал Джулиас Розенберг. Для Дэвида Грингласса, как мы теперь понимаем, главное было спасти не только себя, но и свою жену. И он добился своего, его жену не тронули. Но он дал показания на своих близких родственников. На Джулиаса и Этель Розенберг. И они были арестованы. Они могли спасти себя, если бы тоже дали показания. Но они решительно от этого отказались. Они ничего не скажут ни на следствии, ни на суде. И, кстати говоря, потом юристы будут говорить, что это было неправильно. Что на суде нужно было что-то сказать. И что адвокат у них был неудачный. И этим в немалой степени объясняется то, что присяжные пришли к выводу об их виновности. Но думаю, что дело не только в поведении самих Розенбергов, которые считали невозможным для себя дать показания. Но в той атмосфере, которая в тот момент создалась в обществе. А это было время борьбы против красной опасности. Это был результат начавшейся холодной войны и всего того, что происходило. Горячей войны на Корейском полуострове. Когда появилось в американском обществе определенное число политиков, которые делали на этом карьеру. Два из них были очень заметны. В 1946 году на первых выборах после окончания Второй мировой войны большинство в Конгрессе Соединенных Штатов получили республиканцы. Среди них было два молодых человека. Был конгрессмен Ричард Никсон и сенат Джозеф Маккарти. Оба они станут очень известны. Ричард Никсон станет потом президентом Соединенных Штатов. А Джозеф Маккарти стал человеком, который просто превратил борьбу против коммунистов и советской агентуры в главное дело своей жизни. Он был бывшим судьей. До войны он был судьей, потом ушел на фронт, потом вернулся после этого. Занимался боксом, не отказывал себя в горячительных напитках и дружил с директором Федерального бюро расследования Эдгаром Гувер. Карьера Маккарти началась с того, что он, встречаясь с избирателями, сказал «У меня в руке список из 240 фамилий. Это сотрудники Государственного департамента, которые на самом деле скрытые коммунисты и работают на Советский Союз». Его слова прозвучали просто совершенно оглушительно. Никто не знал, что никакого списка у него в руках не было и быть не могло. При всех масштабах достижений советской разведки 240 агентов внутри Государственного департамента Соединенных Штатов никогда не было. А Маккарти это совершенно не останавливало. Когда его выступление первое прозвучало на всю страну, мгновение стало известно, и он стал строить на этом политическую карьеру. Он стал обвинять центральное разведывательное управление в том, что оно набито советской агентурой и коммунистами. Потом он обрушился на вооруженные силы Соединенных Штатов. И вот это для него плохо кончилось, потому что военные люди стойкие, нашли хороших адвокатов, и карьера Маккарти рухнула. Но он успел при этом превратить политическую, духовную жизнь страны в поиск врагов. Их искали повсюду, искали в Голливуде. Чарли Чаплин вынужден был тогда покинуть Соединенные Штаты, чтобы не оказаться жертвой этой кампании. Очень многие деятели искусства, которые придерживались просто левых убеждений, оказались в тяжелейшем положении. Ричард Никсон был куда более умелым и одаренным политиком, поэтому Маккарти скоро все утратил. А когда он выступал, сенаторы выходили, и вскоре он исчез из политической жизни, и очень рано умер. А карьера Ричарда Никсона шла по восходящей. Он баллотировался вместе с дуэтом Эйзенхауэром, и Эйзенхауэр был избран президентом, а Ричард Никсон – вице-президентом. И в его руках оказалась судьба Розенберга. Суд продолжался всего три недели, присяжные признали Розенберга виновными, хотя виновность Этель Розенберг на самом деле ничем не была доказана. Это ключевой момент. О работе Джулиуса Розенберга на советскую разведку теперь известно довольно многое, в том числе у нас в стране. Об этом рассказывал знаменитый наш разведчик, герой Советского Союза, полковник Александр Семенович Феклисов. Я имел удовольствие быть с ним знаком, уже работая на телевидении, брал у него большое интервью. Должен сказать, что он с огромным уважением относился к тем, с кем работал. И, кстати, вспоминая Клауса Фукса, рассказал, как через много лет уже потом... А Клаус Фукс отбыл свой срок, потом приехал в Германскую Демократическую Республику, стал видным ученым, потом ушел в мир и ночь. Так вот, Феклисов мне рассказывал, что я приехал в ГДР, с цветами пошел на его могилу, встретился с его вдовой. Вдова мне сказала, как долго я вас ждала. Она имела в виду не конкретно Феклиста, а вообще признание, которое заслуживали ее муж и многие другие люди, которые работали на советскую разведку и помогали Советскому Союзу. Так вот, Феклисов рассказывал о Розенберге. Судя по всему, что мы знаем точно, что Розенберг действительно передавал материалы военного значения своим советским связным, что делала его жена. Его жена знала, чем он занимается. Рут, ее сестра, Рут Гринглас, которая была замужем за уже арестованным Дэвидом Грингласом, рассказал, что однажды в ее присутствии Эртель перепечатала донесения, составленные ее мужем. Вот этого оказалось достаточно для привлечения Эртеля Розенберг к уголовной ответственности и для вынесения ей смертного приговора. Три года шла борьба за спасение Розенбергов, потому что большое количество людей и в Соединенных Штатах, и за пределами Соединенных Штатов пытались спасти, но уж как минимум ее. Это были известные люди от Альберта Эйнштейна, лауреата Нобелевской премии, ну и самых выдающихся физиков, до Папы Римского. И все они доказывали, что Эртель Розенберг, но точно не заслуживает смертной казни. Что характерно, тогдашний президент Гарри Трумэн не хотел в этом участвовать, не захотел ставить свои подписи, и дело затянулось, пока президентом не стал Дуэт Эйзенхауэр, а вице-президентом Ричард Никсон. Дуэт Эйзенхауэр, известный военачальник, он командовал объединенными силами союзников в годы Второй мировой войны, и он самый знаменитый американский полководец. Но став президентом, он хотел показать, что он по-прежнему сражается с врагами. Но главную роль сыграл Ричард Никсон. Мы-то знаем Ричарда Никсона, как президента страны, который в начале 70-х годов проводил политику разрядки, и действительно тогда добились очень много снижения напряженности между Советским Союзом и Соединенными Штатами. Никсон отличился тем, что он признал коммунистический Китай, поехал в Пекин и встречался с Мао Цзэдуном. То есть он потом во внешней политике проявит себя невероятным реалистом. Но это будет через два десятилетия. А в 1953 году, когда он стал вице-президентом Соединенных Штатов, он доказывал, что он борется и сражается с врагами внутренними в первую очередь. И супруги Розенберг, Джулиас и Этели Розенберг, евреи и коммунисты, были, скажу еще раз, олицетворением врага, с которым нужно было покончить. И Ричард Никсон сделал все, чтобы эти люди отправились на тот свет. Этели Розенберг больше всего переживала, то, что она потеряла возможность видеть детей. Когда ее арестовали, детей сначала передали родственникам, а потом отобрали, отправили в детский дом. Иногда, очень редко, адвокатам удавалось привезти детей к ней на свидание в тюрьму. Так продолжалось несколько лет. И она знала, что если она что-то скажет, если она даст показания, а то она сможет увидеть своих детей, ее отпустит, она останется жива. Но она не сочла возможным это сделать. И она стала жертвой этой чудовищной кампании, которая в значительной степени носила антисемитский характер. Безумие ситуации состояло в том, что пока в Соединенных Штатах преследовали евреев за то, что они работают на Советский Союз, в Сталинском, позднесталинском Советском Союзе развернулась другая антисемитская кампания, в которых евреев называли американскими агентами. Эта кампания началась с атаки на театральных критиков, космополитов, а закончилась кампанией против врачей-убийц. Но Розенбергена и на той кампании не знали, и они оставались преданными своим представлениям о жизни. И потому они были казнены. Конечно, шпионаж в пользу чужого государства во всех странах наказывается достаточно жестко. Но в мирное время все-таки тех, кого обвиняют в работе на иностранную разведку, как правило, не казнят. И уж совершенно непонятно, в чем, собственно, по-настоящему была вина Этель Розенберг. Да, она знала, чем занимается ее муж. Я не юрист, и не знаю, как право естественное трактует эту позицию, и как именно должна быть наказана жена за то, что она знает о том, что делает муж, но явно не смертной казнью. И мы знаем, как потом развивались события, когда в Соединенных Штатах арестовывали людей, работавших на иностранной разведке, но которые на самом деле были сотрудниками американских спецслужб. Их жен не трогали, их жен не сажали. И этих людей тоже не казнили, отправляли в тюрьму, ну давали пожизненное заключение, но не убивали. История с Розенбергами, это, конечно же, еще раз скажем об этом. Самое зримое проявление такого безумия, которое охватывает целые страны, в этом безумии почти всегда присутствует антисемитская нота. Вот такие события произошли семь десятилетий назад. Невозможно о них не вспомнить, потому что некоторые беды, некоторые кровавые наветы, злобные мифы не отпускают людей, преследуют их и всякий раз приводят к самым трагическим последствиям. Во всяком случае, об этом свидетельствует история, которую мы с вами изучаем, чтобы яснее понимать, что и как на самом деле происходит. Ну, если вам это интересно, то ставьте лайки под этим видео, делитесь с друзьями, подписывайтесь на мой канал в YouTube. Субтитры сделал DimaTorzok